В Великом Новгороде сегодня вручили гранд-мэра на развитие проектов в школах и гимназиях. Сумма 1 миллион рублей. В итоге победитель не один, а сразу несколько. Торжественная церемония вручения состоялась в рамках традиционной августовской педагогической конференции. Августовская педагогическая конференция – традиционный праздник для педагогов Великого Новгорода. Подведение итогов, обмен опытом. Пока учителя со стажем делятся планами на будущее, в стороне скромно стоят молодые педагоги. Для Константина Бедова эта конференция первая. Решение сеять разумное, доброе, вечное пришло на втором курсе университета. Сразу после практики в школе. Как увлечь современное поколение в глубины истории, знает точно. И преподавание, и методики преподавания сейчас меняются. И с помощью тех же самых гаджетов можно показывать, рассказывать интересные истории, побуждать учеников к впитыванию информации. То есть моя цель – это преподавать историю наиболее объективно. Курс на современные технологии взят во всех образовательных учреждениях города. Цифровая среда шагает по школам среди передовиков «Гимназия Гармония». По этому проекту будет сделан цифровой класс, где смогут обучаться дети. Сегодня обучаются и педагоги. Они на базе 36-й школы проводят большой семинар. И мы надеемся, эти педагоги смогут выстраивать индивидуальные образовательные траектории для всех своих учеников. Свои авторские программы и наработки есть в каждой школе и гимназии. Выбрать лучшую оказалось непросто. Грант мэра Великого Новгорода в один миллион рублей на этот раз решили разделить. Сертификаты номиналом 250 тысяч получили. Лицей-интернат на развитие проекта «Креативные каникулы». «Гармония» за достижения в лаборатории наставничества. 23-я школа за программу социального сопровождения детей-мигрантов. 125 тысяч достались «Кванту» за проект предназначения. И столько же 4-й школе за собственное телевидение. Ютуб-канал ученики и их наставники создали 5 лет назад. Это очень разное телевидение, настоящее, потому что там есть и новости, и там есть рубрики различные, например, «Твоя будущая профессия». Впрочем, образование подрастающего поколения не ограничивается только стенами школы-гимназии, а начинается и вовсе с яслей. Среди 100 молодых педагогов, пополнивших кадровый состав новгородского образования, большинство выбрали путь воспитателя. И часть из них начнут свою трудовую деятельность в новых детсадах. Сейчас строятся три детских сада. Будет до конца года введено дополнительно 570 мест для детей. И, конечно же, не все проходит без сучка и задоринки, но я уверен, что общими усилиями мы решим все сложности, которые сейчас возникают. Но уже в понедельник на торжественной линейке отправятся 26 170 шкалеров. Первый в своей жизни школьный звонок услышат 3226 первоклашек. Алена Сувтина, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.